Этот урок невероятно важен для вашего понимания. Если вы не поймете это занятие, вы никогда не поймете истины о жизни. Женщины, слушайте внимательно сегодняшнее занятие. Мужчины, слушайте внимательно. Слушайте это занятие, как будто вы слышите его в первый раз в жизни. Слушайте его без фамильярности или плотской субъективности. Сегодня на нашем собрании утром мы говорили о том, что означают слова «упражняйтесь в благочестие». «Упражняйтесь в благочестие». Ключевое слово «упражняйтесь». Мы сказали, что сопротивление – это давление. Сопротивление – это давление. А давление – замечательная вещь. Это поведет нас в римлянам 8.28.31. Итак, сопротивление – это давление. А давление – необходимое. Когда я преодолеваю сопротивление, я упражняюсь. Проблема людей в этой стране такова. Они не преодолевают сопротивление. Потому они не упражняются умственно. Упражнения ума необходимы для того, чтобы иметь умственное здоровье. Люди в своем большинстве не имеют умственного здравия. Они не преодолевают сопротивление. Очень важно понимать, что преодоление сопротивления – это упражнение. Это упражнение для умственного здравия. Например, Власти Сан-Франциско сделали все, что могли, чтобы укрепить здания из-за частых землетрясений. Они сделали все, что могли, чтобы укрепить здания, чтобы преодолеть землетрясения. Это сработало. Большинство зданий в Сан-Франциско осталось невредимыми после серии землетрясений. Преодоление сопротивления – это упражнение для вашего ума, для умственного здоровья. Мы, как рожденные свыше верующие, верующие в Библию, должны брать свое бремя и нести его. Конечно, мы сбрасываем свои бремена на Бога, который сотворил солнце, луну и звезды. Мы сбрасываем бремя на Иисуса Христа, бремя которого легко и иго благо. Да, Он несет наши бремена. Да, мы делимся бременами с людьми, которых мы любим. Но нам нужно правильно понимать. Галатам 6 глава 4 стих, «Ибо каждый понесет свое бремя». Что это значит? Здесь ясно говорится о преодолении сопротивления. Это упражнение для ваших духовных мышц. Ваши духовные мускулы никогда не станут сильными без упражнений. Однажды я позвонил в приемную отеля. Вместе со мной в этом отеле остановился мой товарищ, которого я очень хорошо знал. Я сказал, «Я живу в номере 35. Позвоните мне в 3.30 и скажите «Доброе утро, пора вставать». Я хочу, чтобы вы сказали именно так. Меня на самом деле не было в 35 номере, потому что там был мой друг. У нас была встреча в 6.30 утра. и так я попросил ее сказать именно эти вещи, позвонив в номер 35. Меня не было в этом номере, я жил в другом. Она позвонила моему другу и сказала, «Доброе утро, пора вставать и идти навстречу». Мой друг встал, принял душ и спустился в холл на собрание. В холле никого не было. Он там сидел. «Ой, мне так нравится». Он сидел там спокойно и ни разу не посмотрел на свои часы. В 4.20 он понял, что было не 6.30, а 4.20. Он понял, что находится внизу уже около часа, ожидая того, что не произойдет до 6.30. Он подошел к приемной отеля и сказал, «Почему вы разбудили меня в 3 утра?» Я никогда не говорил вам этого. Женщина сказала, «Вы позвонили мне и сказали, чтобы я разбудила вас в 3.30». Тогда он понял. Пришла зима и он вернулся во Флориду. Он знал, что мне нравится только выжатый свежий апельсиновый сок. Я не покупаю апельсиновый сок в бутылках. В определенное время года апельсиновый сок во Флориде был очень вкусным. Он прислал мне большую коробку апельсинов и все они были гнилыми. и он просто вышел и собрал там, набрал гнилых апельсинов и послал мне. Мой друг не сильно преодолевал сопротивление в то утро. Нам нужно преодолевать сопротивление. Иосиф классическая иллюстрация преодоления сопротивления. Он понял принцип, что сопротивление есть давление, а давление это хорошо. Давление это наше благословение. Например, если человек противостоит эгоизму, тогда он упражняется в том, чтобы не быть эгоистичным. Если человек противостоит зависти, он будет сильным и не будет завидовать. Если человек противостоит беспокойству, он будет сильным и не будет беспокоиться. сопротивлением беспокойству, а если он не будет делать этого, он будет обеспокоен всю свою жизнь. Людям нужно упражняться в духовной жизни, в их уме, противостоя беспокойству и благочестию, тогда они становятся сильными. Многие люди цитируют Римлянам 8.28 и не понимают, почему происходят определенные вещи. Они цитируют 2 Коринфянам 4.15 «Все для вас» и жалуются на все. Они цитируют 2 Коринфянам 5.18 «Все же от Бога» и жалуются обо всем. Они цитируют Римлянам 8.28 «Все содействует ко благу любящим Бога» и они обвиняют людей за все, что происходит в их жизни. Они не постоянные и не ученики Библии. Они не обучились, как упражняться в своем уме для духовного здоровья. Нам нужно упражнять свой ум для духовного и умственного здоровья. Многие люди не были бы так эмоциональны, если бы они преодолевали сопротивление. Сопротивление равно давлению. Когда я преодолеваю сопротивление, я упражняюсь в благочестии. Мы обсуждали в Римлянах 8 тему страдания в плане Бога. Мы говорили, что у нас могут быть незаслуженные страдания. Страдания в ангельском конфликте, страдания в воспитании, страдания в невежестве, страдания от неправильного выбора, страдания от отождествления с другими членами тела Христа, страдания от неправильного мышления. Очень важно иметь правильное размышление, потому что правильное размышление производит правильный плод. Правильное размышление о Римлянах 8 производит правильный плод в нашей жизни. Мы продукт нашего мышления, наших решений, поэтому когда человек имеет правильное мышление, когда приходят страдания, то Бог добавляет степень славы душевному телу человека и степень славы его прославленному телу. Человек находится под давлением и преодолевает сопротивление. Например, вместо того, чтобы мстить за себя, я преодолеваю желание мстить, я упражняюсь в благочестии, любя моих врагов, я преодолеваю свою месть, свою реакцию и упражняюсь в благочестии, мой ум упражняется так же. так же. Еще раз, вместо того, чтобы мстить за себя, я преодолеваю желание мстить, я упражняюсь в благочестии, любя моих врагов, я преодолеваю свою месть, свою реакцию, и я упражняюсь в благочестии, мстить. Мой ум упражняется так же. Я перестаю быть негативным к людям, даже если они обошлись со мной неправильно. Я собираю угли на их голову, посылая им подарок. Библия обучает нас любить своих врагов и благословлять своих врагов. Я собираюсь послать подарок, книгу моему врагу, который меня ненавидит. Вы любите своих врагов, преодолевая мысли о мести. Вы упражняете свой ум в любви к вашему врагу. После того, как вы начинаете любить вашего врага, вы благословляете его. Я попросил свою первую жену испечь пирог из свежей голубики. Это произошло в маленьком городе, где я был пастором. У нас было немного свежей голубики, и я решил угостить всех людей, которые проходили обычно мимо нашего дома, показывая разные жесты. Было весело. Я взял пирог, подошел к двери одного человека и постучал. Эту даму можно было квалифицировать как ведьму, но Библия говорит, чтобы я любил ее Божьей любовью. Она была моим врагом. Когда я люблю ее, я благословляю ее. Послушание Библии очень важное. Я понял, что мое послушание Библии дает мне успех. Послушание через веру дает мне успех. я сказал ей, мы с женой собрали немного голубики и решили испечь пирог. Мы также подумали, что нашим соседям понравится этот пирог также. Мы решили угостить вас. Она была поражена. Она взяла кусок пирога, сказала спасибо. она больше никогда не говорила зло против меня. Вместо того, чтобы реагировать и оставаться дальше ее врагом, мы преодолели мысли о мщении и упражнялись в любви, подчиняясь Богу по вере. Вы служите другому человеку по вере с любовью. Я сделаю то же самое на Рождество. Я пошлю два подарка моим врагам. В новом году у меня появились новые враги. Вместо того, чтобы разговаривать с ними, думать о них, пытаться отомстить им, я пошлю им подарки. Один подарок в прошлом году был на 75 долларов, другой на 85. люди проводят очень много времени, думая о том, что люди сделали им. Они говорят, говорят, говорят. Многие из вас не делают это. Многие женщины здесь не делают это. но обычная женщина говорит 27 тысяч слов в день. Не 24, а 27 тысяч слов в день. А когда у женщины появляется аудитория, она может выйти на уровень 60 тысяч слов. Я говорю не о всех женщинах. Обычная женщина хочет говорить, 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 говорить. Я говорю, тебе что-то нужно? Я не хочу быть грубым. Просто скажи, что ты хочешь. Скажи мне прямо, что ты хочешь. Я понял. Все, что нужно сделать, раз, два, три. Я люблю тебя. Пока. Женщина может говорить другой женщине 45 минут и больше о каком-то деле, пытаясь оправдать то, что она сказала раньше. И все это становится очень запутанно слова, слова, слова. Пусть ваши слова будут немногие, потому что Бог на небе, а вы на земле, Екклесиаста, 5, 3. Пусть они будут немногие. Если вы звоните ко мне домой, пожалуйста, назовите ваше имя. Пусть у вас будет характер. Назовите ваше имя. Если вы не назовете, я перезвоню вам. Такое поведение демонстрирует отсутствие характера. Если вы позвонили, назовите ваше имя, и я отвечу. Я не хотел говорить это перед всей церковью, но я сказал это перед вами. Пусть ваш звонок также будет краток. Скажите прямо то, что вы хотели сказать. Я люблю вас. Я не говорю вам, чтобы вы не звонили. Я говорю вам, чтобы вы были кратки. я ничего не имею против двух-трех минутного разговора. Последний разговор был зафиксирован таймером на моем телефоне 48 минут. Мы могли бы уложиться в две минуты, и я мог бы помочь. 48 минут разговора. Я предпочел бы лучше посмотреть матч Red Sox бейсбола. Не защищайте себя. Не защищайте свои права. Просто скажите открыто, и все. А затем будьте свободны. Звоните сколько угодно, но помните, что вы находитесь в международном служении. Это не церковь, где 20 человек. Преодоление сопротивления это упражнение в благочестии. Вы понимаете это? Вы противостоите эмоционализму. Вместо того, чтобы быть эмоциональным, плакать и кричать противостойте. Упражняйтесь в здравом уме. Не будьте тряпкой. Упражняйте себя против болезни. Арден рассказала свое свидетельство физического исцеления сегодня. Она была чудно исцеленной собранием. Она упражнялась в преодолении болезни. Я не буду слишком много распространяться в отношении ее исцеления, но это исцеление было действительно сильным. это исцеление избавило ее от множества ненужной боли и головной боли. Упражняйтесь против эмоционализма. Упражняйтесь против страха, против беспокойства и так далее. когда вы преодолеваете сопротивление, вы становитесь сильными в вашем уме. Нам нужны умственные упражнения. Я поехал в спортивный зал в 5.30 вечера. Я не хотел ехать. Обычно все нормально. Последний раз я просто не хотел ехать. Я поехал все равно. Я упражнялся 65 минут, когда я закончил и принял душ. я почувствовал себя на миллион долларов. Я преодолел сопротивление. Упражнения дали мне удивительное бодрое состояние. Я почувствовал прилив сил. Некоторые используют лекарства для этого, а я упражняюсь. Конечно, лекарства, выписанные по рецепту. у вас проблемы со спиной и вы принимаете лекарства. Вы не хотите выздороветь, потому что не хотите перестать принимать лекарства. лекарства. Я знаю, что иногда нужно принимать таблетки. Моя жена делает это. Я просто бросаю вызов тем, которые постоянно принимают лекарства. Может быть, вам следует попробовать Бога. Римлянам 8, 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу или к божественному добру. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Тема страданий в Римлянах 8 соединена с планом Бога, результатом которого становится божественное добро. Это добро абсолютно. Только Бог может благословить вас. У Бога ограничено время, чтобы продемонстрировать свою любовь к нам через страдания. В вечности нет никаких страданий. Божий план совершенен. Божий план намного больше любого испытания, любого искушения, любой боли. Божья благодать больше всякой комбинации противников, с которой мы можем встретиться, или проблемой. Божий план совершенен. помните, что у Бога есть обеспечение для каждого противостояния, проблемы и скорби. У Бога есть решение на каждую проблему, скорбь и противостояние. не смотрите на давление, доверяйте совершенному характеру Бога, у которого есть план. У Бога есть совершенное обеспечение для каждого, совершенного нами греха. У Него есть совершенное решение для всего, что мы делаем неправильно. Он не только прощает и забывает наши грехи, когда мы исповедуем их, но у Бога есть план, чтобы явить свое добро. Он не использует грех, чтобы продвинуть свою программу. Он никогда не использует зло, чтобы продвинуть свою программу. неважно, как мы пали, у Бога есть план, чтобы из этого падения через благодать, через завершенную работу Христа и через Его любовь сделать что-то доброе, если мы любим Бога в позиционной истине. Звено между Божьим решением и нашей проблемой и падением категориальное учение. Категориальное учение – это как мы думаем с Богом в деталях жизни, понимая, что это детали жизни. Далее мы преодолеваем сопротивление через упражнения для наших духовных мышц, через категориальное учение. мы применяем Слово Божие на опыте. Мы принимаем Слово Божие на опыте. Когда мы делаем это, то исполняется обетование 8, 28, 31. Божий план благословить нас максимум благословений, какими Он может благословить нас. У Бога есть план благословить вас до конца. Вот почему однажды Он даст вам совершенное тело. Его план совершенен. Его благодать больше, чем любой грех или падение или ошибка. Его благодать больше, чем все люди и все, что люди смогут сделать в отношении нас. Решение всегда есть, независимо от трудностей, трагедий и страданий. неважно, какая трагедия, решение есть всегда. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволении, все содействует ко благу. Бытие, 50-я глава, 20-й стих, и мы написали это на доске, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Братья замышляли зло против Иосифа, но Бог обратил проклятие в благословение и зло в добро. Какой у нас замечательный Бог. я думал о людях и о том, что они сделали лично мне и моей семье, они умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Воскресенье утром и вечером наша церковь полна. В субботу и воскресенье наше служение служит порядка 2400 человек. Это взрослые и дети. Это большое количество людей. Мы служим 2400 людям. Бог обратил во благо то, что мы приехали сюда. Сатана замышлял во зло. Эта женщина встанет перед Богом за свои дела. Это не будет весело для нее. Она замышляла зло против нас, но Бог обратил это во благо. Таков принцип Римлянам 8.28 и Бытие 50.20 Неверующие находятся вне плана Бога. Он оперирует человеческим мнением, человеческим восприятием, человеческим добром. Для Него не содействует все во благо, хотя Он может стать участником плана Бога. План Бога включает в Себя волю Бога для верующего. План Бога включает в Себя волю Бога для верующего. Он ведет нас к действию в Его воле, но Он позволяет нам действовать вне Его воли. Он способен обратить все во благо. Он не ущемляет нашу свободную волю, но использует обстоятельства. Помните это. Он не ущемляет нашу свободную волю, но использует обстоятельства. Замечательно понимать, что Божье предузнание это не прогрессивное знание. Божье предузнание это не прогрессивное знание. Вы знаете, что завтра взойдет солнце, хотя вы не видите этого. Это прогрессивное знание. Божье знание не прогрессирует. Божье знание не категория человеческого знания. Помните это. Друг президента Соединенных Штатов может иметь прогрессивное знание, но оно остается человеческим знанием. Бог Всеведущий Божье предузнание основано на всем знании. Это не человеческое знание, не прогрессивное знание, это Божье знание, сверхъестественное знание. В Божьем плане есть все обеспечение и решение для всякой проблемы. Я думаю, что одна из наиболее серьезных проблем у нас как верующих такова. Скажем, что-то произошло со мной вчера. Я был очень сильно ранен одним человеком вчера. может ли сверхъестественное знание Бога, Его сверхъестественная благодать и Его сверхъестественная любовь смягчить эту рану? Большинство из вас не достигали такого уровня. Я знаю это, потому что я слышу ваши разговоры. Зрелость это место, где кто бы что ни сделал мне, я преодолеваю сопротивление через упражнение веры в благодати Бога. Я действую сверхъестественным образом в благодати. Это сверхъестественная активация благодати через Слово Божие. Я принимаю систематизированное категориальное учение из Всеведения Христа, что есть сверхъестественное знание. Когда я применяю его, тогда я защищен сверхъестественным образом от реакции, от мести, от ран и от боли. Нет ничего невозможного с Богом. я могу быть подотчетным и сделать их ответственными за их добро. Нести свое время, Галатом 6, 4, означает, что я активизирован сверхъестественным образом по Божьей благодати, в Божьей любви, через Божий Дух по Слову Божьему в моем уме. В этом случае я получаю Божий отклик. Если Бог позволяет давлению произойти в моей жизни, это благословение для меня. Я упражняюсь в своем выборе и в сверхъестественном обеспечении в Божьем подобии, употребляя Божье обеспечение на моем опыте вхождения и поверия, я приступаю к пониманию Божьей системы мышления, которая равняется Божьему обеспечению для меня. Это настоящий урок библейского кориджа. Эти вещи сходят на нас прямо с небес, и они имеют практическое применение. Это не воскресная школа воскресения. Будет здорово, если вы пройдете все это еще и еще раз. Бог использует обстоятельства, чтобы в большой мере благословить мою жизнь в вечности. только неверие ведет людей к стрессам, усталости, духовному истощению, недовольству. вчера вечером мне позвонила из другого города одна дама. Эта женщина беременна, женя, а ее парень не хочет жениться на ней. Она была верной Богу, она сделала серьезную ошибку. Мы постоянно звонили ей, ребенок родится в октябре, и он будет расти без отца. Она сказала, это не глава или стих, это Божья жизнь. Я уже давно исповедала мой грех и оставила его. Далее я начала получать исцеление. Для меня потребовалось четыре месяца, чтобы принять благодать. В это время у меня не было вас, вашего учения. Я упражнялась в том, что я понимала о Боге. Сейчас я так рада этому ребенку. Я не стыжусь. Я уже разобралась с этим. Я принимаю это. Я рожу ребенка и приду в церковь в ноябре. Я не боюсь никого. Бог так реален в моей жизни. Она делилась этой победой радостью, покоем повсюду. Я сказал, вы упражнялись в своем уме в благочестии. То, что вы сделали, не было хорошо. Вы знаете это и никогда не будете делать этого снова. Но из-за того, что вы любите Бога, эта ситуация обратится вам во благо. Да, вы согрешили, но эта ситуация обернется вам во благо. Она сказала, «Такие молодые люди, как я, могут быть сильны только из-за того, чему мы обучились и имели привилегию слышать. Я всегда упражнялась в своих собственных правах, и поэтому я согрешила. Я была слишком независима. Я не всегда принимала решение жить для Бога, и поэтому я согрешила. Я использовала свою волю в негативном направлении, но никто здесь не знает, почему у меня такой покой и победа. Я знаю, что Бог любит меня. Я знаю, что все будет обращено во благо. И она цитирует этот стих. Замечательно, правда? Это продукт правильного мышления после падения в грех. Вы не грешите, чтобы изобиловала благодать, но вы приходите в правильное место, изолируете это, забывая это, и продолжаете идти в ответственности. Это приносит вам удовольствие в Боге. Отец, распусти насвоим Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.